Репродуктивное здоровье и планирование беременности – важной составляющей, чтобы родить здорового малыша. По статистике, вырожденные заболевания имеют 2-3% младенцев. К возрасту одного года их число увеличивается до 5, так как не все патологии диагностируются сразу после рождения. Мы планировали беременность. Где-то за три месяца мы проконсультировались со специалистом, начали принимать витамины, немного скорректировали свое питание. Сегодня такие ответственные будущие мамы, как Дарья, встречаются редко. Чаще всего к планированию беременности женщины относятся не настолько серьезно. А между тем, врожденные заболевания являются одной из распространенных причин младенческой смертности, развитию хронических болезней у детей и инвалидности. По словам медиков, подготовка должна начинаться за 3-4 месяца. Предварительно будущим родителям необходимо обследоваться у ряда специалистов, включая терапевта, акушерогинеколога и уролога. Особое внимание стоит уделить питанию. Диета с ограничением жирного, острого, соленого, то есть рациональное питание, сбалансированное питание с достаточным содержанием макро-микроэлементов, витамины. Личная гигиена, лечебная гимнастика должна быть. Должны беременности готовиться комплексно. Сегодня на учете в женской консультации состоят 185 беременных. Медики рекомендуют это делать на ранних сроках. Так появляется возможность обследовать будущую маму и плод на различные заболевания. Кроме этого, пациентка получает рекомендации специалистов по образу жизни. Во время беременности стараюсь сбалансированно питаться, побольше включать в рацион овощей, фруктов, витамины, которые назначает врач. Ну и в принципе по анализам тоже смотрим и корректируем, если что, питание. Ежегодно в Муравленко искусственно прерывают беременность около 100 женщин. Только с начала года на аборт решились 11 человек. Кого-то это сделать вынуждает медицинские показания, кого-то личное желание, а кого-то жизненные ситуации. В любом случае он не проходит бесследно для физического и психического здоровья женщины. Аборт – это серьезное медицинское вмешательство, которое неизбежно несет за собой риск осложнений. Возникнуть они могут сразу, а могут и спустя годы после операции. С ними проводятся и на приеме профилактические беседы, что о вреде медицинских абортов, о дальнейших осложнениях в плане бесплодия, может быть, осложнения в репродуктивной сфере женщины. Также с ней проводятся беседы с психологом. У нас психолог принимает тоже женщин перед медицинским абортом. Такие мероприятия, несомненно, дают положительный эффект. С начала года две женщины передумали и решили сохранить беременность. Также в целях профилактики медики посещают учебные заведения, приглашают подростков в женскую консультацию, рассказывают о репродуктивном здоровье, личной гигиене и способах контрацепции. Как показывает статистика, такие беседы дают положительный результат. В прошлом году не зарегистрировано ни одной несовершеннолетней беременной девушки.